всем привет меня зовут Юлия и это мое дебютное обучающее видео в котором расскажу о том как я выравниваю акварельную бумагу при кораблении и покажу вам один из способов которым я пользуюсь уже несколько лет я предпочитаю писать на сухом листе бумаги увлажняя только нужные участки при этом никогда не натягиваю бумагу на планшет и не закрепляю скотчем поэтому корабление бумаги для меня это нормальный процесс я выравниваю все свои акварели и ботанические работы написанные на белом фоне и целиком заполненной краской портреты и натюрморты этот портрет вы можете видеть на моей аватарке и такие большие акварели как этот натюрморт который я писала зимой 2018 года как вы видите он ровный его можно сфотографировать отсканировать или оформить в багет для выставки кстати этот размер бумаги самый большой из тех что я использую в работе 36 на 48 сантиметров это бумага фабриана плотностью 300 граммов на метр квадратный мне это вполне достаточно немного расскажу о кораблении оно появляется когда акварельная бумага впитывает воду и увеличивается в объеме а затем высыхает без давления или натяжения сохраняет деформацию многим художникам удобно держать лист натянутым на планшет или закрепить на кнопки или скотч либо использовать склейки которые сохраняют натяжение мне эти способы не подошли поскольку для меня оказалось удобнее держать лист полностью свободно корабление бумаги также зависит от ее состава и плотности чем бумага тоньше тем больше ее поведет бумага разных производителей с одинаковым составом и плотностью может вести себя по-разному для этого этюда я взяла простую тонкую акварельную бумагу плотностью около 180 граммов при работе она была очень неровной этот портрет написан на очень плотной бумаге плотностью 500 граммов при работе ее покоробила совсем немного и я ее дополнительно выпрямила если акварель сделана в течение одного дня иногда бывает достаточно сразу положить ее под груз и просушить но иногда это не помогает как видно на этом этюде лист сохранил свое искривление скорее всего бумага местами была уже слишком сухая когда я положила ее в альбом и теперь ее нужно выпрямлять снова одну акварель я могу писать от пары дней до нескольких месяцев и при такой длительной работе бумага высыхает чтобы восстановить ее форму нужно равномерно увлажнить всю поверхность и затем ровно высушить давайте посмотрим как я это делаю процесс выравнивания бумаги я покажу на примере этой акварели которую я недавно закончила она выполнена на бумаге бокенфорд плотностью 300 граммов надеюсь видно что она имеет неровности в месте рисунка чтобы выпрямить лист необходимо сначала увлажнить всю поверхность бумаги водой с изнаночной стороны для этого нужно положить рисунок лицевой стороной вниз на чистую белую сухую фланель как я буду делать или марлю или бумажные салфетки обязательно чистые белые и сухие чтобы не было сюрпризов такая подложка необходима для того чтобы излишки воды впитались в ткань и не попали на лицевую сторону теперь нужно равномерно смочить всю поверхность бумаги водой я взяла маленькую кисть поскольку лист небольшой формата а4 обычно я начинаю с краев затем постепенно перехожу к середине чтобы не было резкого изгиба видно что бумага снова начала изгибаться от действия воды продолжаю увлажнять для разных сортов бумаги потребуется свое количество воды нужно добиться равномерного и достаточного увлажнения бумаги это удобно проверять на отцвет видно что бумага блестит по всей поверхности увлажняю еще немного и теперь нужно оставить бумагу до тех пор пока вода не впитается и тогда лист опустится под своим весом на это потребуется около пяти восьми минут итак прошло примерно пять минут проверяю вода впиталась лист мягкий и гнется в разные стороны даже сейчас заметно что на месте рисунка уже нет таких волн если лист плохо гнется повторяю увлажнение в нужных местах иначе после сушения и лист может получиться неровным теперь я оставляю акварель минут на пять лицевой стороной вверх для чего я это делаю при моей технике письма иногда получаются темные густые участки краски которые при избытке воды могут немного пачкать поэтому я обычно подсушиваю лист на открытом воздухе можно воспользоваться феном в данном случае пара минут оказалось достаточно я вижу что здесь все сухо теперь нужно положить акварельный лист под пресс для впитывания воды можно накрыть с обеих сторон чистой белой бумагой чтобы ничем не спачкать и затем положить между газетами я же использую для этого ненужный альбом в котором есть несколько пустых листов акварельной бумаги и очень плотный картон сверху чтобы нагрузка от пресса распределилась равномерно укладываю рисунок лицом вверх между листами акварельной бумаги накрываю белой бумагой можно обычной офисной чтобы сохранить текстуру и закрываю альбом теперь все это нужно прижать грузом для этого можно использовать вот такой пресс который остался у меня еще советских времен можно взять несколько больших и тяжелых книг я использую сейчас несколько пачек акварельной бумаги она очень тяжелая чем больше вес тем лучше но он должен распределяться равномерно теперь можно оставить все на рабочем столе но я убираю на полку в шкафу между пачками акварельной бумаги чтобы не мешало дальнейшей работе и котикам после этого нужно ставить рисунок хотя бы на сутки для того чтобы он хорошо просушился акварельная бумага в альбоме впитает излишки влаги и лист выпрямится подвесом груза если работа большая или пришлось дополнительно увлажнять лучше просушить двое-трое суток иногда бывает что недосушенный лист кажется полностью сухим но когда он попадет на открытый воздух то начинает резко досыхать и его может повести винтом мне приходилось сушить такие листы повторно а это бывает неприятно особенно когда хочется поскорее показать готовую акварель что же убираю рисунок в шкаф и встречаюсь с вами когда лист полностью высохнет прошло двое суток и рисунок должен был полностью высохнуть давайте посмотрим что у меня получилось видно что бумага полностью расправилась корабления нет свежие листы иногда имеют небольшой изгиб который со временем уходит и теперь я могу сделать красивую фотографию отсканировать или оформить в паспорту я показала простой способ как можно выпрямить лист бумаги при работе акварели по сухому и без закрепления краев этот метод подходит для небольших форматов он также позволяет сделать видимую фактуру бумаги более однородной если при работе остались следы от капель воды на белом фоне что бывает у некоторых сортов бумаги если акварель пишется по сырому как вот эти две работы когда бумага полностью пропитывается водой или даже располагается на влажной ткани после окончания работы необходимо подсушить готовый рисунок на воздухе или феном до полусухого состояния и затем убрать под пресс слишком влажную бумагу класть под груз я не рекомендую поскольку сушка займет больше времени и придется проветривать акварель и менять листы которые используются для сушки в начале своей акварельной практики то есть 2016 года я пользовалась другим способом он сложнее в исполнении требует больше аккуратности но позволяет выравнивать более плотную бумагу или бумагу большего размера я пользуюсь этим способом и теперь для выпрямления своих больших натюрмортов как этот который я уже показывала и этот и этот это один из моих первых больших натюрмортов если вам интересно узнать об этом способе пишите в комментариях и я сниму видео как только появится модель надеюсь вы узнали что-то новое и полезное если вам было интересно подписывайтесь больше фотографий вы можете увидеть в моем профиле инстаграм а я жду ваших отзывов и лайков желаю вам творческих успехов пока пока